Всем привет! В эфире заключительный в нынешнем году выпуск проекта Лига Гандбола. Подводим итоги 2018-го, поговорим о настоящем и заглянем в будущее. В студии Геннадий Войтович мы начинаем. Чемпионский характер. БГК обыгрывает СКА и становится ближе к очередному титулу в чемпионате Беларуси по гандболу. Готовимся к новогоднему столу. Рецепт идеального оливье от Вячеслава Шумака. Матчей много не бывает. Зуберкап едет по маршруту Орша-Слоним-Слуцк. Накануне мешковцы матчем против Татрена в рамках Сека-Газпром-лиги завершили игровой год на Евроарене. Итоги выступления БГК в этом международном турнире подводим в следующем материале. После финального свистка матча против Словацкого Татрена было обидно, что это была последняя для БГК игра в 2018 году. У Брещан получались голы на любой вкус. Правда, турнир в Сека-Газпром-лиге получается для мешковцев весьма противоречивым. Уверенные победы сменяются поражениями. Данный процесс был весьма ожидаем. Провозглашенный курс на омоложение состава в матчах Сехи хорош на перспективу, но уж точно не на достижение результата здесь и сейчас. И при этом БГК умудряется этот самый результат выдавать. За пять туров до окончания регулярного чемпионата БГК в таблице четвертой. Посему велика вероятность традиционно увидеть таки нашего чемпиона в финале четырех Сеха-лиги. Отмечаем и еще один немаловажный факт. Именно молодой и задорный БГК является самой результативной командой турнира. Набросав в ворота соперников 411 мячей. Нехитрая арифметика дает понять, что средний показатель результативности мешковцев – 31 мяч за игру. Потрясающий показатель, учитывая класс и уровень соперников. Заглядывая в будущее, говорим и о предстоящих матчах. Три домашних – Состяуа, Вайводиной, Загребом и два выездных – Квардеру и Нексия. Таков оставшийся календарь БГК. В национальном первенстве по гандболу состоялась третья серия принципиального противостояния между столичным СКА и БГК имени Мешкова. Мы побывали на дерби и спешим поделиться эмоциями. Сегодня встречаются команды СКА Минск и БГК имени Мешкова. Гандбольный мир был в ожидании белорусского классика, но забегая вперед отметим, что брещане на корню убили все возможные интриги. БГК взялся за дело практически с первых минут, сходу перебив все козыри армейцев. И если первый тайм сохранил подобие борьбы 17-13, то во второй половине она исчезала с каждой секундой. У Мешковцев получалось практически все. Залетали голы на любой вкус и в позиционном наступлении, и в контратаках, и в пустые ворота после перехватов. 36-24. Итог противостояния в пользу Бреста. За счет защиты и отработанных моментов воротарем. То есть все вместе, легкие голы, как бы они немножко, как не хочешь, психологически давят на команду соперника. И поэтому они с каждым голом, когда забивался легкий, как ни крути, сложно. И все, и на этом пошел кураж. Наши подхватили. Молодцы, поздравляю всех с победой. Тренерский штаб, всех ребят, просто все на 100% отработали. Можно коротко сказать, что получилось все. Все, что задумывали, все воплотили на площадке. То есть единственное, что может немножко не получилось, это игра 6 на 5. То есть когда СКА была в меньшинстве, мы должны были реализовывать два мяча. Но привезли два мяча себе. А так, в принципе, вся игра удавалась. Все, что задумывали. То есть бежать в контратаку, возвращаться назад. Это самый важный аспект игры были. Ну и все у нас получилось, слава богу. Следом Брещане одолели сборную 2042-35. И в 15 матчах одержали 15-ю победу. Отрыв от СКА уже 7 баллов. До Юра это означает 11-й чемпионский титул БГК. И мы снова в студии проекта Лига Гандбола. Уйдем на небольшую паузу, после которой вы увидите. Готовимся к новогоднему столу. Рецепт идеального оливье от Вячеслава Шумака. Много матчей не бывает. Зубр Кап едет по маршруту Орша-Слоним-Слуцк. Итоги года. Лучшие моменты уходящего 2018-го. На носу Новый Год. Ну а какой Новый Год без излюбленного всеми оливье? Тем более, когда в составе БГК есть человек, который не только здорово играет в гандбол, но и отлично готовит. Вячеслав Шумак блестяще справляется с ролью новогоднего повара. Всем привет! Я Вячеслав Шумак. И сегодня мы будем готовить традиционный салат оливье, но по специальному рецепту. Наверное, все прекрасно знают, что оливье – это салат номер один в новогоднем столе. И сегодня мы сделаем его более здоровым. Заменим колбасу языком, куриные яйца перебелиными яйцами и сделаем специальный, некалорийный, полезный соус. А помогать Славе готовить фирменный салат будет один из лучших шеф-поваров Бреста Иван Кринин. Все ингредиенты нарезаются кубиками до одного сантиметра. Всегда мама готовила этот салат, но так как у нас в гости постоянно приходили тети, тети, дяди, много-много гостей, то мы делали, конечно, не такую маленькую тарелочку, а полтазика где-то, как и у всех, наверное. Новый год – это как семейный праздник. У моих родителей большая семья, и так получилось, что мы очень часто собирались у нас. И получается, что приходилось готовить уже на всех. Человек был от десяти – это точно. Понятно, что тазиком Оливье дело не ограничилось. А компанию одному из символов Нового года на столе большой семьи обычно составляли сельдь под шубой, мясо по-французски, котлетки и шампанское. В общем, все как у всех. Когда я был ребенком, я очень сильно ждал Новый год, потому что я верил в Деда Мороза, наконец ждал этот долгожданный подарок от Деда Мороза. А сейчас этим занимается мой сын. Уже он у Деда Мороза просит. Ну, я говорю, что если будет себя хорошо вести, то, конечно, он его получит. В этом году он захотел большую полицейскую машину с мигалкой. Да, Слава, нужно срочно связываться с Дедом Морозом, ведь Новый год уже совсем скоро. Ну, а пока вернемся к нашему салату Оливье. Итак, мы нарезали огурец, морковку, картошку, язычок и курицу. В этот салат идет два вида огурца – соленый огурец и свежий. Первая часть салата готова. Какие дальнейшие действия? Слово мастеру кулинарных дел. Мы добавили все ингредиенты. Естественно, вы задаете вопросом, как и я, где же горошек? Так вот он. Как же салат без горошка? Если мы, конечно, используем горошек мороженый, который мы немножко подварили, буквально минуту в кипящую воду, и он остался плотным, целеньким, как свежим. Главный ингредиент Оливье – это майонез. Мы, конечно, не хотели его использовать, потому что это калорийный продукт, и не всегда он здоров. Поэтому мы будем сегодня использовать био-йогурт без сахара, с низким содержанием всех углеводов. Это будет нашей основой. Естественно, мы добавим туда традиционные ингредиенты. Это будет горчица. Как кислинку мы добавим каперсы, которые нарежем, немного оливок. И добавим пряности. А пока Слава усиленно взбивает соус для салата, самое время вернуться к рассказу о новогодних подарках. Интересно, а каким у линейного БГК был самый любимый подарок от Деда Мороза? У меня была одна игрушка. Это такой конструктор алюминиевый, который можно было собрать и машинку, и пушку, и катюшу. То есть что ты хочешь, собери сам. Железная. Да, железная такая. Наверное, у всех детей Советского Союза в то время эта игрушка была. Да, Слава, современные дети тебя не поймут. Дед Мороз им сейчас приносит другие гаджеты. И как он только успевает идти в ногу со временем. Итак, добавляем мы наш некалорийный, полезный соус. Так сказать, завершаем процесс приготовления. Замешиваем это все. Ну, очень красиво выглядит все. Очень аппетитно. Теперь режем яйца пополам и используем его как декор. Вуаля, салат готов. Вот такой замечательный оливье в простодородье горошек приготовил для вас я, Вячеслав Шумак, игрок Брестского гонбольного клуба имени Мешкова. И Иван Гримин, шеф-повар от Элли Ромитажа. Сегодня очень классно поработали. Я для себя узнал очень интересный соус, полезный для нас, для спортсменов. Поэтому, возможно, этот Новый год наш стол украсится именно этим салатом, именно с таким соусом. Рад был помочь. Спасибо, что зашел в гости. И, ну, надеемся дальше к победам твоим. Спасибо. Аншлаги, победы и большие проекты. 2018-й выдался по-настоящему шикарным с точки зрения событийности. Давайте вспомним все необычное, удивительное и яркое, что случилось в гонбольном мире в уходящем году. В уходящем 2018-м болельщикам ПГК есть, что вспомнить и есть, что рассказать. Ну, а нам, соответственно, показать. Накануне лета мешковцы оформляют 10-й титул в белорусском чемпионате. Соперничество с заклятыми друзьями из столичного СКА выдается на редкость упорным, и судьба чемпионства решается в последнем Туле. Следом ПГК опять же в соперничестве с армейцами 11 раз завоевывает Кубок Белоруссии. Окончательно коронуя клуб на белорусских гонбольных просторах. И, конечно, самое главное, третий год к ряду – выход в плей-офф Лиги чемпионов. Чем не повод для гордости за любимый клуб? А это уже новый сезон и новые эмоции. Матч недели против действующего победителя Лиги чемпионов Монпелье. Брест принимает на 10 баллов. Энергетика переполненных трибун передается команде, и белорусы снимают еще один титулованный скальп в спорткомплексе «Виктория». ПСЖ и Вивя помнят, каково это. Вы ее хотели, и вы ее получили, а значит, достойны этого. Редкий болельщик БГК не мечтал о Барселоне. И вот свершилось. Легендарная Блауграна десантировалась на берегах Буга. Обе команды показали класс при переполненных трибунах. Гости в тот вечер были чуть удачливее. Не ударил БГК в грязь лицом и в столице Каталонии. Матчи еще долго будут помнить персональные поклонники самого белорусского серба Дарка Джукича. Именно его гол в том матче признали главным в туре во всей Лиге чемпионов. Смотреть, не пересмотреть. К слову, в минувшем сезоне красивых голов от мешковцев было хоть отбавляй. Один суперполет Шкуринского чего стоит. Отмечаем и Ивана Пешища. Его чудо-сейвы становились залогом многих побед. Ура! Ивана! 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 Ура! 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 Ну и конечно куда же клуб без своих верных болельщиков. Трибуны были умопомрачительны. Три аншлага. А звание фан оф зе вик в игре против Монтпелье за вот такой крутой перформанс лишь подтверждает, в Бресте болеть умеют. Три! Много новых команд со всей страны. Массовый проект только начинается. У участников масштабного детско-юношеского гандбольного проекта «Зубркап», который проводится под паттернажем БКК имени Мешкова, уже накопилось множество положительных эмоций. Под Новый год ребята решили устроить настоящую зарубу и порадовать болельщиков Орши Слонима и Слуцка своим мастерством. Смотрим, как это было. В канун новогодних рождественских праздников детско-юношеский турнир «Зубркап», который проходит под паттернажем БКК имени Мешкова, решил не задумываться над километрами лучших молодых гандболистов страны и поочередно увидели Орша, Слоним и Слуцк. В этом туре в младшей возрастной группе соперников у себя одного принимал Слоним. В гости приехали ребята из Кополя, Глузка, Лепеля, Чаус и Щучина. Борьба за полуфинал – миссия ответственная. Но новый тур – это еще и новое маленькое путешествие. А Слоним для этого город подходящий. Но всего в парочке километрах от него есть место, не посетить которое, будучи совсем рядом, попросту нельзя. Свято-Успенский Жировичский монастырь – одна из самых известных святынь Беларуси. На чемчужное православие Беларуси – это Жировичский Свято-Успенский монастырь, который в 2020 году будет отмечать 500-летие иконы Жировичской Божьей Матери. Конечно же, побывав в Слониме, не побыть в Жировичах – это, я скажу, будет неправильно. Комплекс включает в себя пять православных храмов и духовную семинарию. Здесь же живут порядка 30 монахов. Юные спортсмены смогли узнать обо всем из первых уст. В качестве экскурсовода для ребят выступил один из студентов семинарии. Мне очень все понравилось. Тут очень красивые места. И я тут первый раз побывал. Тут очень красиво. Мне больше всего понравилась история про иконку, к которой мы подходили, рассматривали. Не очень все хорошо видно, но очень интересно. Которую нашли люди в дереве, которая сверкала. Это история о создании монастыря, который появился на месте груши, в которой и была найдена та самая иконка. А лестница, по которой нужно подниматься на коленях – прототип пилатовой лестницы, в ступенях которой спрятаны мощи святых. Первый раз. Вообще незабываемое, наверное, впечатление. Все понравилось и вообще как-то легче стало. В этом сезоне Лиги ребята уже посетили много интересных мест. И из каждого домой они привезли массу впечатлений. Но жировичи без сомнений займут в их копилке путешествий особое место. Они узнают свою страну, Беларусь. Они же не только тут жировичек. На жировичах самое незабываемое, наверное, для них будет. Потому что им самое большее понравилось. Я сейчас слышу, они делятся впечатлениями и говорят, что это самая лучшая экскурсия, где мы только были. Зубурка под патронажем БГК имени Мешкова – это больше, чем спорт для каждого из ребят. Лига дает им возможность, помимо спортивного общения, узнать новые места, новые города, получить новые впечатления. И, соответственно, это привлекает их к занятиям, активным занятиям, спортом. И в том числе расти как спортсмена, как гражданина своей страны. Но считаю это очень важно для наших детей. Следом на карте Слуцк сахарная столица Беларуси принимала заключительные в новом году тупо соревнований. Для нашей школы очень полезно тем, что дети выезжают в такие замечательные соревнования, набираются опыта. Потому что у нас маленькая школа, нам нужно больше таких вызов, чтобы было. Это очень полезно для детей. Все дети пытаются что-то выиграть там и стараются упорно занимать первые места. Но как мы первый раз на Забуркапе, мы еще этого не способны. Значит, мы будем тренироваться дальше. Турнир этот очень нужен. Во-первых, смотрите, больше 20 команд этого возраста участвуют. Те команды, которые, те Кареличи, Белыничи, они вообще не имеют возможности приехать на первенство республики на каких-то турнирах. А здесь участвуют. И, кстати, есть хорошие ребята. Это Гомельский вратарь в ДШ номер пять. Новополоцкий, несколько ребят хороших. Ребят в Суцке тоже самое. Поэтому польза огромная. Лидеры туры определились практически сразу. Столичные и местные гонболисты не оставляли шансов своим конкурентам. Игроки из Новополоцка завоевали бронзу. В уровне турнира очень хорошее. На такие турниры съезжаются очень много команд. И, как уже сказал, тоже большой опыт для себя. И с множеством командами переиграть вообще можно. Я считаю, что ни с кеми командами расслабляться не нужно. Так как любая команда может просто взять и стрельнуть. То есть на любую игру я выхожу с серьезным настроем. Много участников. 69 команд в этом году. Для детей особенно полезно. Смотрим рост их. Они физически окрепли и технически окрепли. В общем, для Беларуси это большой плюс. То, что организовал гонбольный клуб имени Мешкова. Большое им спасибо. И, конечно же, какой визит в Слуцк без посещения легендарного музея ткачества. Несколько лет назад здесь восстановили технологию изготовления знаменитых слуцких поясов, воспетых не одним белорусским поэтом. Ребята были в восторге от подобного экскурса в историю родной страны. БГК известен своим креативным подходом в работе и традиционно удивляет своими клипами, каждый из которых становится настоящим событием в спортивном мире. На этот раз игроки БГК имени Мешкова на гонбольный манер исполнили известный новогодний хит. Парни не постеснялись примерить карнавальные костюмы и пристать перед болельщиками в неожиданных образах. Александр Шкуринский стал зайчиком, Сергей Шилович – пиратом, ну а Павел Горок с его бородой, конечно, Дедом Морозом. Этот клип зарядит вас хорошим настроением на весь 2019 год. Смотрим и подпеваем! С Новым Годом! Новый матч намчится, скоро все случится, Будет за что с ней, за что опять мы победим, За счетом неплохих. Ждать уже недолго, Матчей будет столько, Но играть нисколько, Никогда и никогда нам не дается. Гонгол – это круто, И знают даже детвора, И вот игры минута, Ликует вся толпа. Пепещут трибуны, И мяч летит ворота, Быть брестским гонболистом – Это что-то. Нас знает Европа, Ведь мы команда топа, Брест крепкий орешек, Нет для нас мешек. ДГК! 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 Новый матч намчится, Скоро все случится, Будет за что с ней, за что опять мы победим, За счетом неплохим. Ждать уже недолго, Матчей будет столько, Но играть нисколько, Никогда и никогда нам не дается. Ну а теперь, Все вместе, Давайте позовем Деда Мороза! Дед Мороз! Нет, Вам надо кричать очень дружно! Три, Четыре! Дед Мороз! Еще! Дед Мороз! Слышу, слышу! Дедушка Мороз! Собственно! Я Дед Мороз, Раздаю подарки, Конфеты, айфоны, иномарки, Вам полагаю, Нужно немало Стать победителем финала, Ну что ж, задача есть на седой бороде, Есть козырь в моем рукаве, А взамен попрошу танцевать до упаду, Веселиться, смеяться старику в отраду. Новый сезон будет успешным, Одолеем Барсу, Бестром, конечно, Кельце, Ждем новых побед, Успехов гонбольных, И полную викторию, Новым годом наша козьми! Новым годом наша козьми! Новый матч к нам мчится, Скоро все случится, Сбудется, что снится, Что опять мы победим, За счетом неплохим, Ждать уже недолго, Мальчей будет столько, Но играть нисколько, Никогда и никогда, Нам не надо есть! Вам, конечно, неизвестно, Как Шилович поет песни, Но сейчас попросим дружно, Пару строк всего нам нужно. Капитан команды я, Все мы как одна семья, С полуслова понимаем, Дружбу ценим, почитаем. В БГК всегда уют, Фан и гимн с трибун поют, Брест не город без гонбола, А игра без валидола, Новый год сулит успех, Чуть расслабиться не греет, А когда пробьют куранты, Тут совсем без вариантов, Бомбокалов, мандарины, И побед, побед лавины! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Всех с Новым годом! Меня зовут Геннадий Войтович, До встречи в 2019-м! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова